История про кредит, который я не брала, и коллекторов, которые хотят взыскать с меня долг, которого на самом деле у меня нет. Постараюсь максимально лаконично. Как я уже писала, в декабре прошлого года мне начали звонить коллекторы, причем как на мобильный, так и на домашний, тревожив мою маму и требуя, чтобы я вернула долг чуть больше 30 тысяч рублей. Я сказала маме не переживать и сообщила, что это просто мошенники, которые ищут доверчивых людей, которые перечислят им деньги. В январе звонки продолжились, и 6 января мне пришлось написать заявление в полицию о совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В Таганском отделе полиции мне сообщили, что со мной свяжутся, и выдали талон уведомления. 11 января звонить стали еще более настойчиво, и с одним коллектором мне удалось поговорить. Я сообщила ему, что никакого отношения к долгу не имею, и попросила его объяснить, что вообще происходит. И коллектор Юрий из коллекторского агентства «Мамонт» мне сообщил, что на мое имя оформлен кредит в микрофинансовой организации «Джой Мани». Здравствуйте, это Юрий Петрович Чугуновский, коллекторское бюро «Мамонт». А смотрите, Мария, а вы вообще в долг стоит намеренно за парольным поездки закрывать? О каком долге речь? Подскажите, пожалуйста, подробнее. Да, сейчас скажу, к нам ваши кредиторы обратились, долг составляет 41 тысячу, да? А компания вот идет в МФК, потом закрыта звездочками. Но когда вы намерены будете закрыть долг, или в полномобиле, или половину... А дело в том, что я... Да, а вы можете... Вы можете какую-то информацию дополнительную мне скинуть куда-то? Потому что я кредитов не брала, а это очень интересно. Если к вам обратились, давайте разберемся с этим. Попробуем. Я написала заявление в полицию в том числе по этому поводу. Как мне быть? Мне можете скинуть информацию, которая у вас есть по данному вопросу? Так, а у нас, видите, закрытый долг, можно сделать так, чтобы кредитор вам как-то проинформировал. Ну, хорошо. А у вас родители не информировали, что вам вообще заняли кредиторы? Ну, информировали, да. Но мне надо понять, по какому вопросу. Потому что кредитов я не брала. А какой хотя бы банк или какая фирма? Что это вообще? Я не понимаю. А это не банк, это не финансовая компания, которую микрозаймы выдают, например, на месяц. Вот так вот. Понятно. Вот видите, вот этот волшомер вы сами нашли, вычислили, да? А номера, которые вам есть, они недоступны. Вот видите, в чем проблема. Ну, понятно, потому что это не мои номера. Не фигурируют, да? Не фигурируют нигде. Просто там ваши данные все оставлены. Так что вот так вот. То есть у этих людей были в том числе мои паспортные данные? Я правильно понимаю? Ну, конечно, когда я беру займу за паспортные данные, но за вашу фотографию, можно голос. То есть, по крайней мере, женский вот так. Я не знаю просто, как они вашу фотографию раздобыли и как они поделывают их все-то. Микрофинансовые организации – это не банки и вообще сами по себе напоминают скорее мошенников. Они выдают микрозаймы онлайн, можно взять хоть 3000 рублей и даже приезжать никуда не надо. Вернусь к своему случаю. Юрий, а потом и представитель другого агентства, сообщил, что на меня был оформлен займ в ноябре 2020 года в размере 25 350 рублей. В связи с тем, что погашен он не был, долг 11 января составлял уже 41 тысячу рублей. Мне объяснили, что телефоны, которые якобы я оставляла как свои, более недоступны. Естественно, этих номеров я не знаю. Также в анкете были указаны два человека в качестве моих поручителей или друзей. Это Нагин Алексей Михайлович и Осипова Анастасия Олеговна. А такой вот Нагин Алексей Михайлович знаете такого товарища? Какая фамилия? Нагин, Нагин. Нет, в первый раз слышу. В первый раз слышите его, да? Да. Да, сейчас посмотрим. Нагин, Нагин, Нагин. А вот еще Анастасия Олеговна, Анастасия Олеговна, не знаете? В первый раз тоже слышу. Тоже в первый раз слышите, да? А вот эти люди, которые вы сейчас перечислили, это кто тогда? Они у вас указаны друзьями, родственниками. Ну понятно, я этих людей не знаю вообще, даже примерно. Значит, они оформили эти люди. По предположению, коллектора из агентства «Мамонт» именно Нагин мог оформить кредит на меня. Эти люди мне совершенно незнакомы и на связь они, естественно, не выходят. Также коллектор Юрий заявил, что раз я занимаюсь политической деятельностью, то и копать нужно в этом направлении. А вы, скажите, занимаетесь политической деятельностью, да? Ну это какое отношение имеет к делу? Ну, может, просто кто-то, какие-то, может, ваши конкуренты решили, заводили вашими данными. Вот Микротин Сергей Сергеевич, вы этим занимаетесь, мы уже расследование проводили, да, до сих пор оставляли. Коллекторы предоставили мне достаточной информации, в частности, адрес, телефон, страницы в социальных сетях вышеуказанных людей, а также номер кредитного договора. Как оказалось, чтобы оформить кредит в микрофинансовой организации, совершенно не обязательно предоставлять даже копию паспорта. Достаточно лишь паспортных данных. Далее кредитор просит заполнить анкету, необходимые электронные почты, телефон и разговор. Все это проделывал неизвестный мне человек. Со всеми этими данными я пошла, конечно же, в полицию во второй раз. Снова дали талон уведомления и сказали, что перезвонят. Это было 11 января. В этот же день я запросила свою кредитную историю через портал Госуслуги. И вчера она пришла. Сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего. Согласно отчету, на меня был оформлен не один кредит, а девять. Попытки взятия кредита начались еще летом, но удачные только в ноябре. В итоге с конца прошлого года различные микрофинансовые организации выдали денег мошенникам за получившим мои данные на сумму 115 тысяч 50 рублей. Это, конечно, без процентов. А проценты в микрофинансовых организациях просто невозможные. В некоторых фирмах, например, 2% в день. Это около 720% в год. Эту информацию я также отнесла в полицию. Придя туда в третий раз, я уточнила, вообще будет ли мне кто-то звонить или нет. Мне дали телефон участкового, но этот телефон недоступен. На данный момент я занимаюсь написанием различных заявлений, в том числе и в микрофинансовой организации. Как минимум две мне известны. Вчера я даже пыталась приехать к ним в офис, но фактически их не существует. Адрес только юридический. Сейчас я осуществила попытку попасть в офис компании JoyMoney для того, чтобы передать им обращение, обращение, в котором я говорю, что я не брала кредитовых компаний и не собиралась брать, не давала разрешения на обработку моих данных. И какой-то мошенник нелегальным путем завладел моими данными и оформил кредит. Но, к сожалению, в офисе компании находится всего лишь один человек, и он отъехал. Но с этой компанией все немного лучше. Вторую компанию веб-банкир мы позвонили, и девушка нам сказала, что их компания вообще физически нигде не существует. У них только есть юридический адрес, и если мы по нему приедем, то никого там мы, к сожалению, не застанем. Поэтому вот эти обращения мне придется отправлять по электронной почте, потому что никто принять их не может. Вот такие люди у нас занимаются банковскими операциями. Совершенно неудивительно, что мошенники любят эти компании. Да, при этом ни на одной двери не написано ничего. То есть где 841? Да, но здесь, конечно, никто не открывает. Пытаемся попасть в организацию «Джоймани», которая занимается выдачей кредитов граждан. И граждан не получается. Очень хорошо ее охраняет, видимо, Чобуезет. Пройти сюда невозможно. Дверь, общую дверь в корридор никто не открывает. Интересная организация «Джоймани». На данный момент все, что у меня есть, это только три талона уведомлений и люди, которые хотят мне помочь. Буду держать в курсе и приложу максимум усилий, чтобы найти людей, которые это сделали. Продолжение следует... Продолжение следует...